МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Панорама. Главные новости Приморья. В репортажах корреспондентов ОТВ в студии Илья Мороз. Здравствуйте в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Воспитатель года в Артеме прошел финал регионального этапа всероссийского конкурса воспитателей. Радость в Арсеньеве. Там может появиться новое пространство для семейного отдыха, если жители проголосуют. Пища для ума. Качество питания в приморских школах проверили родители и были удивлены. Не серебро, а золото. Голкипер-адмирала впервые в истории удостоился звания лучшего вратаря и вошел в символическую сборную сезона. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Воспитателя года выбрали в Приморье. Финал регионального этапа всероссийского конкурса состоялся в Артеме. За испытаниями профессионалов наблюдал и губернатор Приморья Олег Кожемяка. Кто представит наш край на федеральном уровне, знает Ирина Бочанцева. Во Дворце культуры угольщиков сегодня полный зал. Это финал регионального этапа всероссийского конкурса «Воспитатель года». Целую неделю участники со всего края проходили испытания. Оценивала их профессиональная жюри. В этом году у нас довольно-таки большое участие. Муниципалитеты представляли своих кандидатов. Это больше, чем в прошлом году. 35 участников у нас в этом году. И в финал вышли, имеется в виду на региональный этап, вышли 13. Среди счастливчиков оказалась воспитатель из Лесозаводска. В профессии Валентина Ворошилова 10 лет. И все в детском саду номер 13. Признается, конкурс был непростым, но оно того стоило. В каждом испытании были свои небольшие трудности. Мы их все преодолевали. И в этом был интерес конкурса. Получение опыта, в первую очередь. Который мы поделимся у себя со своими коллегами. Татьяна Дударева, воспитатель детского сада номер 7, приехала из Находки. С детьми работает уже 26 лет. Уверена, самое важное – это любовь и искренний интерес к своему делу. Очень хорошее впечатление. Я познакомилась с многими девчонками, обменялись информацией, телефонами. Надеемся, что будем продолжать общаться. Поздравил финалистов губернатор Приморского края Олег Кожемяка. Глава региона отметил – это великое слово и великая профессия. Все начинается с воспитателя. И тех песен, с которыми мы шли, и сейчас, наверное, с чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре. Именно вы, кто впервые человек ознакомит и с понятием Родина, знакомится с государством. И вот торжественный момент. Дипломы и денежные сертификаты получают призеры. Валентина Ворошилова из Лесозаводска и Татьяна Соболь из Находки. Победителем регионального этапа стала воспитатель из Владивостока Ольга Красникова. Работает в детском саду номер 3 микрорайона Снеговая Пать. Акцент в своей работе делает на нейрофитнесе для детей. В профессии 10 лет пришла, можно сказать, по семейным обстоятельствам. Многие, наверное, так приходят. Новый микрорайон. Муж военный, потому что район военный. Соответственно, ребенок к нам не вместе с ребенком. А ребенку уже 13 лет, а я все там. Ольга признается, сейчас очень рада, но уже волнуется. Теперь ей нужно представить Приморский край на федеральном уровне. Ирина Бачанцева, Александр Матвеев, Панорама. Олег Кожемяка поздравил работников суда с юбилеем. 5-й арбитражный апелляционный суд отмечает 15-летие со дня образования. За 15 лет в ведомство обратились 147 тысяч человек. Вошедшие в традиционную судебную систему Российской Федерации арбитражные суды стали олицетворением законности, отметил председатель суда Евгений Зимин. Глава региона подчеркнул высокий профессионализм работников ведомства. От ваших решений зависит судьба людей, зависит судьба региона, зависит судьба по большому счету страны. Потому что принятие правовых решений, чтобы решение было правильное и верное, это очень требует больших знаний, глубины юридического сопровождения, честности, порядочности и, безусловно, профессионализма. В правительстве Приморья состоялась встреча с мэрами крупных китайских городов Муданзяна, Суйфинхэ и Дунина. Стороны обсудили новые возможности для сотрудничества в торговле, экономике, туризме и образовании. В частности, российская сторона предложила оптимизировать режим работы пунктов пропуска пограничной Суйфинхэ и Полтавка-Дунин и сделать его круглосуточным. Заместитель министра коммерции КНР Лин Дзи это предложение поддержал. Обсудили стороны и возможность возобновления работы российского поезда по маршруту Градекова-Суйфинхэ. Темой для обсуждения стала и Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка, которая состоится уже в июне. Пенсионеры северных районов Приморья смогут поехать к местам отдыха бесплатно. Проезд компенсирует социальный фонд. При этом вид транспорта не имеет значения, а подать заявку можно дистанционно. Пенсионеры северных районов Приморья могут подать заявление на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно, не выходя из дома. Ранее без посещения клиентской службы соцфонда или многофункционального центра было не обойтись. С октября 2022 года так сделали 240 неработающих пенсионеров из территорий, приравненных к районам Крайнего Севера. Это Тернейский, Ольгинский, Кавалеровский муниципальные округа, Дальнегорский городской округ и несколько населенных пунктов Красноармейского района. Компенсировать проезд можно один раз в два года. Двумя способами. Обратиться в социальный фонд перед поездкой и получить талон, по которому выдадут бесплатные билеты. Либо купить билеты самостоятельно и затем получить в фонде компенсацию понесенных расходов. Сумма компенсации не будет превышать стоимости проезда в эконом-классе. Отправиться в путь можно любым способом. На поезде, автобусе, самолете, корабле или личном транспорте. Всего с начала года за этой мерой поддержки обратились 896 приморских пенсионеров-северян. Руководители приморских ТОСов обратились к губернатору приморского края Олегу Кожемяка с коллективным письмом. Инициативные приморцы, которые много времени посвящают красоте и благоустройству территорий, где живут, предлагают упростить процедуру подачи заявки на гранты. Активисты отметили, господдержка стала масштабной. В благоустройство вкладываются огромные средства. Города, поселки стали ухоженнее и красивее. Количество ТОСов идет уже на сотни. Однако механизм участия в конкурсе грантов общественники считают неоправданно сложным. ТОСы часто не ставят перед собой глобальных задач, они просто хотят установить фонари и лавочки во дворе. Если это требует согласования в несколько месяцев, а еще и подготовка технического проекта, то людям проще отказаться от своих затей. Если процедура станет понятной, то и количество проектов кратно возрастет, считают представители ТОСов. Участвовать в благоустройстве своего города, села или поселка может каждый житель края. До 31 мая идет онлайн. Голосование на портале «Городская среда». Там приморцы выбирают территории, которые хотелось бы облагородить. Так в Арсеньеве, например, скоро может появиться новая зона для семейного отдыха. Парковую зону с детским городком «Радость» назвали так недавно. До этого в народе про эту заброшенную территорию говорили просто. За кинотеатром «Космос». По остаткам металлических конструкций и разрушенным лавочкам можно догадаться, что действительно когда-то эта зона приносила радость. Сейчас здесь больше владельцев собак. По тротуару идти, так там, где-то на треневолупедах, на самокатах ездят. А эти под коросы бросаются, то и опасно. А так, я не знаю, может, конечно, где-то и надо площадку для собак. Такой площадки для собак в проекте дизайнеры не предусматривали. Тем более, что это место в администрации Арсеньева видят как зону семейного отдыха. Недалеко центр города, кинотеатр «Космос». Небольшая детская игровая площадка с горками и лесенками по соседству есть. Можно было бы, например, сделать сад камней. Но городские власти решили, что эту зону лучше использовать в модных молодежных спортивных дисциплинах. И в прошлом году несколько таких конструкций установили. «Памп-трека у нас на территории города не было никогда. Это первый памп-трек. Но скейт-парк уже третий по счету за последние, наверное, года четыре». Спортсмены с прошлого года активно осваивают эти площадки. По вечерам даже выстраивается очередь. «Всякие рампы, на которых можно делать всякие там трюки. Ну, здесь очень даже уютно. Ну, с детьми здесь уже, если такое вот, для самокатов, детскую площадку ставить, мне кажется, не стоит. Ну, вот есть, потому что дети будут, малыши лезть, мальчишки катаются. Ну, это как бы опасно для малышей бегать. «Я думаю, что здесь надо красоту навести. Вот какие-то клумбы, цветы. Вот что-то, чтобы было красиво. Они просто вот стояли вот и гоняли мальчишки. Я помню, я еще маленькая была, мне было лет пять. Я-то здесь родилась, и в парке «Скульп» была большая клуба. И она вся была в цветах». По проекту в детском городке «Радость» появятся две игровые площадки для детей. Одна из них для детей-инвалидов. Также новинкой станут две панофутбольные площадки для детей от двух и от шести лет. Это маленькое круглое игровое поле, огражденное высокой сеткой, чтобы мяч не улетал далеко. А чтобы это все могло стать реальностью, жителям нужно проголосовать на сайте 25-город-среда.ру через портал госуслуги. И время исправить ситуацию есть до 31 мая 2023 года. Диана Романенко, Вадим Перевалов, Панорама. Подробнее о том, где и как проголосовать за благоустройство в своем городе, смотрите сегодня в специальном репортаже ОТВ после 20-часового выпуска новостей. Во Владивостоке появились специальные парковочные места для самокатов. Необычную разметку жители заметили возле автобусной остановки прапорщика Комарова и на Океанском проспекте. Теперь у электрического транспорта есть специально отведенные места для стоянки. Это связано с принятием постановления, которое регулирует правила парковки этого средства передвижения. Пока самокаты стоят рядом с новой разметкой, а не на ней. Это уже третий этап конкурса «Мастер года» для преподавателей, работающих в учреждениях среднего профессионального образования. Прошлые стадии отбора проходили онлайн. Участники отправляли анкеты и видеовизитки. Из них выбрали 8 заявок и пригласили кандидатов в следующий этап. На очной встрече педагоги проводят уроки для учеников. В аудитории сидят и эксперты, которые оценивают выступления учителей. Среди них Родион Денисович, победитель прошлого года на региональном этапе. В прошлом году он провел урок по 3D-моделированию, стал победителем местного уровня и отправился представлять наш край на всероссийском этапе в Екатеринбурге. Сейчас Родион Денисович, участник экспертной комиссии, вместе с коллегами выбирает, кто поедет на всероссийский этап конкурса в этом году в город Тулу. Как вы оцениваете выступления своих коллег? Ну, если мы говорим именно о преподавателях, то, конечно, это методика. Методика проведения занятия. Смотрим именно на то, как преподаватель держится на публике. То есть, все равно происходят у нас открытые уроки. Приходят жюри, СМИ. То есть, как раз-таки мы смотрим, как он держится, именно себя показывает. Ну, можно так сказать, на сцене. Пища для ума, качество питания в приморских школах проверили родители и были удивлены. Не серебро, а золото. Голкипер-адмирала впервые в истории удостоился звания лучшего вратаря и вошел в символическую сборную сезона. В школе не только учат, но и кормят, причем разнообразными блюдами, которые не повторяются в течение недели. А за качеством питания тщательно следят, в том числе и родители. Подробности у моих коллег. Смотрите, она прям сжимается, она сходить в берегу. Просто, все очень вкусно. Валентина Корсунова довольна тем, как кормят ее внуков в школе номер 256 Фокина. Она проверяет качество питания вместе с родителями других учеников. Продукты в основном местного производства. Разве что мясо поставляет компания из Красноярска. У нас создаются специальные комиссии, которые принимают товары. Вы знаете прекрасно, что сейчас есть специальные сертификаты. И если не соответствуют каким-то требованиям, то мы возвращаем этот продукт и требуем его замены. Но на сегодняшний день пока поставщики работают все как бы качественно, поэтому претензий к ним не было. Особенно то, что касается молочной продукции. На кухне идеальный порядок. Повара показывают свои рабочие места, рассказывают, что и как готовят. Делятся профессиональными секретами. Объясняют, что нужно для того, чтобы получались такие вкусные блюда. Душу вложить в первую очередь. И соблюдать технологии приготовления пищи. Ученики начальных классов получают горячее питание, завтрак и обед. Старшеклассники – только завтраки. Порции соответствуют возрасту школьников. Блюда не только вкусные, но и весьма разнообразные. В течение недели не повторяются. У нас меню состоит из двух вариантов всегда, каждый день. Вот, поэтому, например, каша молочная. Каша молочная тоже будет. И суп вермишелевый молочный мы готовим. И манную кашу, и рисовую, и пшенную. Наладить контроль за школьным питанием со стороны родителей поставил задачу губернатор Приморья Олег Кожемяка. Родители ценят такую возможность. Дегустации в школе номер 256 Фокина остались довольны. Говорят, что и сами не прочь так питаться. Сегодня мы продегустировали кухню 256-школы. Спасибо вам, что это Фокина. И были приятны. Карелки чистые остались. Очень вкусные. Спасибо поварам, что стараются. Которые вкусные бюджеты. Такое разнообразие. А булки. Но главные контролеры – это, конечно, сами школьники. А их оценка видна по тому, с какой скоростью они прибегают в столовую. Олег Женусов, Екатерина Приписнова, Панорама. Аукцион «Путь к победе» пройдет во Владивостоке 22 мая. Каким он будет, обсудили в правительстве края. Имя торгам дали название выставки в залах Союза художников Приморья. Часть картин будут выставлены в качестве лотов. Это работы известных приморских художников Черкасова, Пехтовниковых, Бутусова, Осиповых, Казьминой и других. Всего собрали более 80 работ и они продолжают поступать в фонд аукциона. Все собранные средства будут переданы в фонд СВО. Акцию поддержали институты колледжа искусств, арт-этаж, Приморская государственная картина, галерея, курирует Министерство культуры. Аукцион пройдет на площадке главного художественного музея края. Каждый, кто примет в нем участие, сможет помочь нашим бойцам, а самое главное, станет обладателем произведения искусства. Как сказал председатель регионального отделения Союза художников Илья Иванович, были сомнения. Я напряглась и думаю, какие же сомнения. В том, что это важно и нужно? Нет. Что может быть сначала в том, что будет ли достаточное количество представленных работ. И будут ли эти работы предоставлены художниками абсолютно благотворительно. Это действительно так. То есть ни на кисти, ни на краски, ни на работу, ни на какой-то первоначальный взнос. Ни о чем даже речи не было. И все действительно предоставлено безвозмездно. Это очень важно. И мы считаем, что, наверное, это показатель того, что действительно помощь оказывается от души, от сердца. Хоккейный сезон официально завершен. И хоть «Адмирал» не дошел до финала, но игру команды в плей-офф болельщики запомнят надолго. Теперь время подвести итоги и наградить лучших. Церемония закрытия сезона КХЛ собрала вместе многих любителей хоккея. На ней традиционно вручают награды лучшим из лучших сразу в нескольких категориях. Топовых снайпер и бомбардира лига определила достаточно давно. А вот в других номинациях сразу несколько претендентов на заветный трофей. Вели борьбу почти что до церемонии. Кто получит награды, решали болельщики путем голосования. Звание лучшего вратаря оспаривал и Никита Серебряков из «Адмирала». В текущем сезоне «Приморский Страшворот» провел 62 матча, в шести из которых сыграл на ноль. Голкипер «Адмирала» стал вторым в лиге по показателю надежности безоговорочным лидером по проценту отраженных бросков. Во многом успех «Моряков» в прошедшем сезоне зависел от стойкого голкипера. В некоторых играх плей-офф Никита и вовсе был неприступной стеной, а приморские болельщики стали называть его не серебром, а золотом. Хотел бы сказать огромное спасибо родителям за то, что примели меня в хоккей, помогали мне, поддерживали меня. Их очень сильно люблю. Ну и, конечно, хотел сказать огромное спасибо всему персоналу, адмирала, тренерскому штабу Леонид Григорьевичу Тамбиеву. Лучше выбирали и среди болельщиков. Один из претендентов – приморец Михаил Ермаков. Всю жизнь он посвятил работе в море. С самого первого сезона «Адмирала» стал активно болеть за родной клуб. Не пропустил ни одного матча, а каждый гол «Моряков» отмечал как большой праздник. Для него хоккей – это энергия. Она позволяет ему жить и двигаться вперед. По моей команде два коротких, один протяжный. Ура! 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 Славься, хоккей! Теперь можно уверенно сказать – этот хоккейный сезон подошел к концу. За это время адмирал успел стать по-настоящему народной командой. Он объединил вокруг себя всех любителей хоккея в Приморье. Болельщикам остается ждать новых побед. Новый сезон начнется с 1 сентября. Николай Кугук, Панорама. Милое видео из Уссурийска. Здесь водитель заметил на проезжей части стайку маленьких утят, пытающихся взобраться на высокий бордюр тротуара, отделяющего их от заветного водоема. Мама утка беспокойно наблюдала издалека. Мужчина, не задумываясь, припарковал машину и отправился на помощь пищащей группе. Помочь оказалось не так просто. Утята бросились в рассыпную, но в конце концов все семеро очутились в безопасности на лужайке. Пока это все новости. Напомню, что ОТВ теперь можно смотреть не только по телевизору, но и в социальных сетях. Киорко-отвещание в телеграм-канале на ваших экранах. Панорама следит за развитием событий. До встречи в эфире. Общественное телевидение Приморья доступно всем. Продолжение следует...